Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия. Я Александр Петров. И давайте поговорим о том, как ускорить получение вашей австралийской визы. Сразу оговорюсь, речь идет о временных визах, таких как гостевая и студенческая. Речь не идет о тех визах, которые являются иммиграционными и поехали. Первое, вы должны в действительности очень хорошо подготовить все необходимые документы для подачи на визу. Недочеты на этой стадии будут для вас, в общем-то, тем камнем, который будет тянуть вас вниз и фактически вы получите отказ в вашей визе, придется переподаваться. Надо хорошо готовить документы, надо правильно подбирать эти документы, хорошо оформлять, все документы должны быть переведены, файлы должны быть названы понятно, а не какой-нибудь имидж или какой-нибудь док 3678. Нет, это должно быть фамилия-имя-паспорт, например, и так далее. Ну, можете наоборот делать, но чтобы главное это было понятно офицеру. И, естественно, все документы должны быть переведены на английский язык. Это требование департамента иммиграции. Смотрите на сайт. Не надо тянуть с подачи, уж коль у вас все документы подготовлены, вы должны оперативно податься на визу. Иначе, если вы растягиваете какие-то кусочки, то часто бывает, что вы что-то забудете или, наоборот, что-то сделаете неправильно, потом думаете, переделаете, но потом уже вы добыли об этом. Сплошь и рядом такое получается. И я бы сказал, что каждое третье, четвертое заявление, оно имеет эти огрехи, невнимательность, но зачастую вам прощается, а иногда нет. Если у вас есть требования биометрии, обычно оно есть. Если у вас есть требования в прохождении в медицине, обычно его нет, если мы про туристический визы говорим, но на студенческий практически всегда, до исключения некоторых стран, но среди них мало тех стран, где граждане говорят на русском языке и могут видеть это видео, вы должны это все делать оперативно, быстро. Потому что затягивание с этой процедурой, в общем-то, приводит к затягиванию с получением визы. Виза, вам надо податься, как вы говорите, быстро и получить быстро визу, а не отказ. Когда вы уже подались и ждете визу, пожалуйста, проверяйте личный кабинет, проверяйте e-mail ваши, все эти боксы, потому что вы можете пропустить что-то важное, допустим, request for additional information, то есть запрос на дополнительные документы, а вы это прошляпили, вам дали отказ. Ну, правильно, далее. Потом вы будете объяснять, что произошло и переподаваться на лишнее время и деньги. Тем более, вы хотите все по-быстрому. Если у вас будет звонок и будет интервью, будьте вы, в общем-то, к этому готовы. Такое случается, ну, сейчас крайне редко, раньше это было почти постоянно. Вам надо быть готовым не сбиваться, не говорить о том, что, ой, я не могу сейчас говорить, хотя, если не можете, не говорите. Ну, объясните причину спокойно и рассудительно. И в этом случае, я думаю, у вас будет успех, и я вам искренне желаю получить эту визу. Ну, тем более, я являюсь образовательным агентом, и, соответственно, конечно же, я хочу, чтобы вы приезжали в страну, я хочу, чтобы вы вступали в наше сообщество одной Австралии, я хочу, чтобы у вас все было хорошо, и чтобы у нас всех было это хорошо. Подписывайтесь на этот канал, ставьте свои лайки, комменты, потому что вот это и является основой всех наших продвижений вперед, и вашего конечного успеха до моего, соответственно, тоже. Спасибо.